Всем привет! Прохор Шаляпин уличил Аллу Пугачеву в творческой ревности по отношению к себе. Именно этой причиной артист объяснил свое отсутствие на фабрике «Звезд 5». Публика знает Шаляпина как выпускника шестого сезона музыкального проекта, однако не все в курсе, что вокалист должен был появиться еще в пятом сезоне. Переговоры на тему своего участия Шаляпин вел непосредственно с организаторами. Ожидалось, что руководителем проекта станет Виктор Дробыш, но в последний момент конкурс под свое крыло взяла Алла Пугачева. Именно за ней и осталось решающее слово. После долгих обсуждений Шаляпин получил отказ. «Естественно, она меня не взяла. Я думаю, ее смутила моя фамилия». Она подошла и сказала, «Не хочу заниматься лизоблюдством. Я думаю, это определенно творческая ревность не ко мне, а к Федору Ивановичу Шаляпину. Я бы напомнил лишний раз, что есть на Руси фигуры более знаковые в плане культуры и культурного наследия», заявил он в интервью Любови Терлецкой. Примечательно, что в шестом сезоне Шаляпин все же добился своего и даже сумел добраться до финала. Победу, правда, исполнителю одержать не удалось. В проекте он занял лишь четвертое место. Хочется добавить, что 15 апреля, в день рождения Аллы Пугачевой, в широкий прокат выходит фильм режиссера Данилы Козловского «Чернобыль-2021». В главных ролях, помимо самого Козловского, сняли с Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова. У пожарного, которого и сыграл Козловский, есть мечта попасть на концерт Пугачевой. Сбудется она или нет, зрители узнают, посмотрев эту ленту. По словам создателей картины, Алла Пугачева одной из первых увидела «Чернобыль-2021». Для певицы это личная история, ведь буквально через 4 месяца после той самой аварии Пугачева пела для 9000 ликвидаторов в поселке под Припятью. Фильм вдохновил легендарную артистку на новое пронзительное исполнение песни «Мы в этой жизни только гости». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!